И ныне что мы слышим в Евангелии, который мы получили? Голос радости, голос милости с небес и голос истины из земли. Голос радости для живущих и умерших. Великорадостные вести. Братья и сестры, почти невозможно услышать эти слова пророка Джозефа Смита и не просиять улыбкой. В этих полных ликования словах Джозефа поистине заключена обильная и величественная радость от понимания великого плана счастья, уготованного Богом, нашим Небесным Отцом, ибо Он заверил нас, люди есть, дабы иметь радость. Узнав в предземной жизни о Божьем плане счастья, мы все восклицали от радости и продолжаем восклицать от радости здесь, живя в соответствии с Его планом. Но каков был контекст этого радостного заявления пророка? Что же вызвало такие глубокие и проникновенные эмоции? Пророк Джозеф рассказывал о крещении за умерших. Это было по-настоящему величественное откровение, принятое с великой радостью. Когда члены церкви впервые узнали, что могут креститься за своих умерших, близких, они возрадовались. Уилфорд Вудрофт говорил, «Как только я услышал об этом, моя душа исполнилась великой радости. Крещение за наших умерших, близких, было не единственной истиной, которую Господь явил и восстановил. Было множество других даров или благословений, которые Бог желал не спасать Своим сыновьям и дочерям. К этим другим дарам относились власть священства, заветы и таинства, браки, которые могут быть вечными, запечатывание детей к их родителям в рамках семьи Бога и, наконец, благословение возвращения домой в присутствии Бога, нашего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа». Все эти благословения были возможны благодаря искуплению Иисуса Христа. Поскольку Бог считает их Своими наивысшими и самыми святыми благословениями, Он повелел возводить священные здания, в которых Он мог бы передавать эти драгоценные дары Своим детям. Эти здания – Его дома на земле. Эти здания – это храмы, в которых то, что было запечатано на земле во имя Его, а также Словом Его и Его властью, будет запечатано на небесах. Мы, как члены Церкви, в эти дни можем начать относиться к этим прославленным и вечным истинам, как к данности. Они стали для нас чем-то обыденным. Иногда полезно посмотреть на них глазами тех, кто узнает о них впервые. Недавний случай помог мне понять это лучше. В прошлом году, незадолго до повторного посвящения храма в Токио, Япония, многие гости, не принадлежащие к нашей вере, побывали на экскурсии по храму. В одной из таких экскурсий принял участие глубокомысленный руководитель из другой церкви. Мы рассказывали нашим гостям о плане счастья, уготованном Небесным Отцом, об искупительной роли Иисуса Христа в этом плане, и об учении о том, что посредством таинства запечатывания семьи могут быть объединены навечно. В заключение экскурсии я предложил нашему другу поделиться своими чувствами. Говоря об объединении семей, прошлых, нынешних и будущих, этот добрый человек со своей искренностью спросил, понимают ли по-настоящему члены нашей церкви всю глубину этого учения. Он добавил, это вполне вероятно может быть одним из немногих учений, которые могут объединить наш столь разобщенный мир. Какое впечатляющее наблюдение! Этого человека тронули не из исканности красота храма, но изумительное и глубокое учение о том, что в нем семьи присоединяются и запечатываются навеки с Небесным Отцом и Иисусом Христом. Поэтому не стоит удивляться, когда даже кто-то не нашей веры осознает величественность происходящего в храмах. То, что может стать для нас обычным или заурядным, может представить во всем своем великолепии и величии перед другими людьми, которые слышали или чувствовали это впервые. Когда храмы существовали в древности, с начала эпохи восстановления Евангелия Иисуса Христа, строительство храма было одним из наивысших приоритетов для всех пророков, начиная с пророка Джозефа Смита. И нетрудно понять, почему. Когда пророк Джозеф говорил о крещении за умерших, он открыл еще одну великую истину. Он учил, «Позвольте мне заверить вас, что это и есть принципы относительно умерших и живущих, которые никак нельзя легкомысленно обойти, так как это касается нашего спасения. Ибо их спасение необходимо и важно для нашего спасения. Они без нас не могут достичь совершенства, так же, как и мы без наших умерших не можем достичь совершенства. Как мы видим, важное значение храмов и работы, совершаемой за живущих, так и за умерших, открывается все яснее. Искуситель на чеку. Таинства и заветы, совершаемые в храмах, представляют угрозу его влиянию, поэтому он делает все, что может, чтобы помешать этой работе. Почему? Потому что знает о силе, которая приходит благодаря ей. С посвящением каждого нового храма, спасительная сила Иисуса Христа распространяется все дальше по меру, чтобы противодействовать нападкам Искусителя и искупить нас, если мы придем к нему. С ростом числа храмов и хранителей заветов Искуситель слабеет. В ранние дни церкви при объявлении о предстоящем строительстве нового храма некоторые люди начинали переживать, говоря, «Мы никогда не начинали строить храм, не возбудив колокольный звон ада». Но Бригам Янг на это смело отвечал, «Я хочу снова услышать этот колокольный звон». В земной жизни мы не можем избежать борьбы, но можем иметь власть над врагом. Эта власть и сила приходят благодаря Иисусу Христу, который мы заключаем и соблюдаем храмовые заветы. Президент Рассел Нельсон учил, «Наступают времена, когда те, кто не повинуются Господу, будут отделены от тех, кто слушает Его». Самый безопасный путь для нас – оставаться достойными посещения Его Святого Дома. Вот некоторые из дополнительных благословений, которые Бог обещал нам через Своего Пророка. «Вы нуждаетесь в чудесах?» Наш Пророк говорил, «Обещаю вам, что Господь станет совершать чудеса, необходимость которых Он видит для вас, по мере того, как будете идти на жертвы ради служения и поклонения Богу в храма. «Вы нуждаетесь в исцелении укрепляющей силы Иисуса Христа?» Президент Нельсон заверяет нас. «Все, что преподается в храме, расширяет наше понимание Иисуса Христа. По мере того, как мы соблюдаем Свои заветы, Он облекает нас своей исцеляющей и укрепляющей силой. О, как же нам будет нужна Его сила в грядущие дни!» В первое верное воскресенье, когда Иисус торжественно въехал в Иерусалим, множество Его учеников начало радоваться, всегласно славить Бога, говоря, «Благословен Царь грядущий во имя Господне!» Примечательно, что верное воскресенье 1836 года проходило посвящение храма в Киртланде. В тот день ученики Иисуса Христа тоже радовались. В молитве посвящения пророк Джозеф Смит провозгласил следующие слова хвалы. «О Господь Бог всемогущий, услышь нас и ответь нам с небес, где Ты восседаешь на престоле со славой, честью, силой и величием и могуществом. Помоги нам силой Духа Твоего, дабы мы могли соединить наши голоса с теми светлыми, сияющими серафимами вокруг престола Твоего, а с восклицанием хвалы воспевая «Ассанна Богу и Агнцу!» И да будет эти святые Твои восклицать громко от радости». Братья и сестры, сегодня в это вербное воскресенье давайте мы, как ученики Иисуса Христа, тоже будем славить нашего святого Бога и радоваться Его благости по отношению к нам. Что же мы слышим в Евангелии, который мы получили? Поистине, голос радости. Я свидетельствую о том, что вы будете все больше и больше чувствовать эту радость, входя в святые храмы Господа. Я свидетельствую о том, что вы будете ощущать ту радость, которую испытывает Он по отношению к вам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...